Роскомнадзор Давайте-ка начнем! Ну а начнем сегодня с новостей про Телеграм. Канал издания Кот Дурова пишет, что Роскомнадзор снова принялся за усиление блокировки Телеграма. Сейчас заблокировано более 823 тысяч IP-адресов. Усиление блокировок началось со вчерашней массированной блокировки более 700 адресов за раз. С 28 января ведомство заблокировало более 19 тысяч IP-адресов. Это столько же, сколько и недавно разблокированных подсетей. Ладно, к более житейским новостям переходим. У нас тут пополнилась коллекция новых прелестных выражений от чиновников народу. Канал Выборный пишет, если у тебя не хватает денег, иди и работай. Министр образования Якутии объяснил отмену компенсации за детсад и рассказал, как он пахал на трех работах вместе с детьми, а не клянчил у государства. И вроде интервью вменяемое пишут авторы, но вот это вот высокомерие. Кстати, о вменяемости в Татарстане взяли и придумали кое-что интересное. Если кто-то хотел принять участие в чемпионате мира, но не знал, каком, у нас есть для вас вариант, пишут авторы. Казань снова примет чемпионат мира по запуску бумажных самолетиков. Не-е-е. Но главная новость, конечно, была совершенно другая. Речь пойдет о законе про суверенный интернет. В споров было уйма крики, вопли, шутки про чебурнет и китайский фаерволл. Сегодня Госдума одобрила в первом чтении закон о суверенном, ну то есть автономном интернете. Документ предполагает создание национальной системы доменных имен, которая поможет обеспечить стабильную работу Рунета в случае отключения от зарубежных серверов. Протестовали депутаты. К примеру, канал Daily Storm пишет. Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов назвал законопроект о суверенном Рунете, цитата, «бредом сивой кобылы». «Можете теперь меня привлекать за неуважение к власти», — прям так и заявил депутат. Это закон категории Г. Категория Г. Хорошее выражение. Низ Игорь очень тонко чувствует ситуацию и пишет коротко и понятно. Крупнейший распил бюджета после пакета Яровой стартовал. Анастасия Кашеварова предлагает обратиться к профи. Я, кстати, послушала бы не автора законопроекта, а разработчиков, программистов. Есть ли у нас такие мозги, которые могут создать альтернативный интернет? И действительно ли деньги пойдут на разработки, спрашивает телеграммер. Ну да, и Анастасия еще приводит прекрасный диалог. В чем разница между Рунетом и суверенным Рунетом? Несколько миллиардов рублей? Ну а канал Мюсли вслух, с сожалению, констатирует, что закон, вероятно, пройдет успешно все три чтения. Автор пишет. Напомним, что по словам Клишеса, в нацпроекте «Цифровая экономика» предусмотрены средства на реализацию закона об автономном Рунете. Поэтому сомневаться в том, что закон будет принят, не приходится. Что ж, понаблюдаем, как говорится, и за тем, как будет развиваться ситуация, и за реакцией на нее. Чтобы быть в курсе жизни российского не только телеграмма и получать обзоры лучших постов за сутки в удобном для вас формате, подписывайтесь на наш телеграм-канал ТВГрам. Вот его адрес. И помните, не все то, что пишет анонимный инсайдер, это правда. С вами был Дмитрий Блинников и обзор анонимных и не очень телеграм-каналов. Будьте онлайн, несмотря ни на что. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok